Рептилии под класс анапсиды, отряд черепахи Тестудинес. Ну и сегодня три клипа будет довольно неравномерных. То есть сначала про черепах вообще достаточно краткий клип, потом будут скрыт нашейные черепахи, это очень разнообразный отряд, поэтому будет большой клип про них, и потом будут морские, сравнительно средний такой. Значит принципиально, чем черепаха отличается, это панцирь. Панцирь состоит из спинного щита, карабокса. И брюшного щита пластрона. Карабокс, сложенный из костных пластинок кожного происхождения, есть у нее ребра, но они срослись с карабоксом, она ребрами двигать не может. Она не может выйти из панциря, это ее собственно скелет. Ну и вот эти оба щита, спинной и брюшной, они соединены сухожильной связкой, либо они могут быть сращены костной перемычкой. Сверху панцирь обычно покрыт симметричными роговыми щитками, и это мы все знаем, если мы трогали черепашку. Швы между пластинками и щитками не совпадают, поэтому он достаточно прочный. У нее панцирь. Спереди и сзади панцирь имеет отверстие, через которое черепаха выдвигает свои ноги. Ну и иногда она может закрывать, то есть вообще ноги в панцирь засовывать, и потом закрывать все отверстия. То есть она может полностью в панцирь залазить, некоторые черепахи. Не все. Ну формы панциря у них отличаются, они довольно разнообразные по образу жизни. У наземных черепах он высокий, у пресноводных низкий панцирь, у морских обтекаемый. В принципе-то у нее, за исключением этого панциря, скелет как обычно у рептилии. В принципе у нее скелет только у крокодила. Ну то есть у нее имеются там шейные позвонки, допустим, она шеей двигает. Но у нее еще щитки есть на отдельный, допустим, шейный щиток, позвоночный щиток и так далее. Челюсти у них без зубов, у черепах нет зубов, имеют острые роговые края. Голова расположена на подвижной шее, вот подвижная шея это специфика рептилий. Обычно она голову втягивает под панцирь. На конечностях у нее сильная мускулатура, а в туловище практически нет мускулатуры. В ротовой полости язык, широкая глотка ведет в пищевод, длинный желудок, кишечник. От задней кишки отходят два анальных пузыря, которые черепаха наполняет водой. И водные черепахи могут также использовать для дыхания, то есть могут также задницей дышать. Легкие имеют большой объем, как обычно у рептилий. Сращены с карапоксом, с верхним панцирем. Так как она не может двигать ребрами из-за панциря, она глотает воздух, как лягушка. Она языком двигает и заглатывает воздух. А вообще говоря, рептилии, они обычно грудную клетку расширяют, как мы. Ну и также она вентилирует легкие за счет втягивания и выдвигания конечностей. Водные черепахи также могут дышать через глотку, то есть у них есть кожное дыхание в некоторых участках, и через анальные пузыри, и через задницу. Ну, надо сказать, что черепахи их довольно глупые. У них головной мозг развит достаточно слабо, они в массе своей растительноядные к тому же. То есть сильно-то им думать не надо, им надо найти где трава. Спиной мозг довольно у них тем не менее развитый, который закрыт как раз панцирем. Хорошо развитые глаза, черепаха, как мы, в основном глазами думают. У нее зрительные ощущения. Круглый зрачок, два подвижных века, мигательная перепонка. Слух у нее развит слабо, обычно они глухие. Барабанная перепонка достаточно толстая, но у нее неплохое обоняние, сезание и вкус. На вкус она различает хорошо разные объекты. У черепахи, у самцов есть копулятивный орган, который он выдвигает при спаривании. Он его обычно прячет, тоже где-то там в заднице, в клоаке, а выдвигает, когда он трахается. Черепахи происходят от котилозавров. То есть аж они возникли в конце полиозойской эры. Расцвет у них был в мезозойскую эру, как у всех рептилий. В мезозойской эру было 26 семейств разнообразных черепах, из которых только 12 дожило до наших дней. Вот когда все рептилии вымирали, вымерло больше половины всяких черепах. Сейчас черепах гораздо меньше. Известны крупные, опять же, черепахи, как были крупные рептилии, были черепахи по 5 метров в мезозойскую эру. 5 метров это в 2,5 раза больше человек. Такая огромная черепаха. Сейчас 230 видов черепах, 12 семейств. В основном это тропические экваториальные виды. Между семействами неравномерно они распределены, поэтому клипы будут разной длины. Я буду пытаться по семействам излагать, а там в одних много черепа, в других мало. Места обитания, тем не менее, разнообразные. Они могут жить в пустынях, в тропических лесах, в горах, в озерах. Окраска у них обычно под среду, чтобы не видно ее было. Но некоторые довольно яркие могут быть черепахи. Сухопутные черепахи перевегаются медленно, и в общем-то у людей это символ медленного передвижения, но пресноводные, допустим, очень быстро, в воде очень быстро плавают, и по суше бегают неплохо они. Морские черепахи на суше двигаются с трудом, зато в морской среде они очень быстро плавают и ориентируются очень хорошо. Черепахи сухопутные, как правило, растительноядные, иногда могут есть мелких животных. Пресноводные черепахи в основном питаются животными, мелкими моллюсками, чернистоногими рыбами, но могут немножко есть и траву. Морские черепахи в основном растительноядные, но есть и животные, которые животную пищу едят. Размножение черепах. После спаривания, которое в основном на суше осуществляется, санки откладывают яйца в ямку, которую они выкапывают задними ногами. Черепаха после спаривания ищет, где можно вырыть ямку, потом копает ямку и туда откладывает яйца, потом ее засыпает. И сверху она ее утрамбовывает нижним своим этим панцирем брюшным. Яйца шарообразные, белого цвета. У морских они могут быть мягкие, с мягкой кожистой оболочкой. Обычно у них твердые, известковые скорлупы у черепахи яйца. Число откладываемых яиц от нескольких штук до сотни. И многие черепахи в течение одного сезона, пока она не спит, могут несколько кладок сделать. Новорожденные черепашки несут на брюхе желточный мешок и иногда по полгода спят. То есть, допустим, типичная маленькая черепашка, она все еще имеет желточный мешок, который из яйца вытащила, и полгода спит вообще в земле. Потом вырастет, уже тогда вылезет на поверхность. Растут они в течение всей жизни, и живут они долго для позвоночных. Они живут до 100 и более лета черепахи. Но некоторые очень долго, и тут даже не следует, по какой причине-то долго живут. Позвоночные обычно долго не живут. Черепах ели постоянно люди. Мясо и яйца всех черепах съедобны и считаются вкусными. Но я не ел черепаху. В 19-20 веке, когда пошло промышленное освоение, там все на свете, их практически истребили. В основном именно из-за питания. Уже в первой половине 20 века резко упала численность черепах. Кроме того, их использовали для гребней, а в начале 20 века изобрели пластмассу. Поэтому от черепах в основном отстали в начале 20 века. Гребешки стали из пластмассы делать. Однако в конце 20 века пошла мода на всякие виды ненормальной пищи, на черепаховый суп и так далее. И опять начали этих морских черепах ловить на суп. Резкое сокращение. Кроме того, их начали ловить и разводить во всяких аквариумах, что, кстати, тоже не способствует их выживанию. Начали разводить черепах дома многие. Кстати, их в дикой природе ловили, где они хорошо живут, помещали в дома, где они там в одиночку были и не размножались. В плохих условиях в ненормальных черепахах в квартире находятся. И в общем, все это способствовало уничтожению черепах. В течение 20 века многие виды черепах вообще полностью были уничтожены аквариумистами и вот этими любителями черепахового супа. То есть, по дуре были уничтожены. Не нужно это все человеку было на самом деле. Вот. Из-за того, что потребление развивалось всякое многообразное. Ну и многие под угрозой исчезновения. Во второй половине 20 века меры приняли по охране. Создали фермы по инкубации яиц черепах. Разведение в неволе начали на земных черепах. Ну, в общем, все это сравнительно недавно началось. Которые вот черепах дома разводят, их начали разводить на фермах. Раньше их в дикой природе ловили. Потом в конце 20 века стали делать фермы, где разводят черепах. И потом продают их для домашнего, чтобы они дома жили. Сейчас у многих черепаха стала домашним животным. Ну вот, это значит вообще. А конкретные виды уже в последующих клипах.